Всем доброго дня, господа товарищи! Вы снова на канале X-Bro. И снова я представляю вам ролик из серии АК против Угры. Ну и сегодня я буду презеровать свой собственный огород. А пока у меня впервые за долгое время с зимы после регулировки снова переклинило ремни. И после серии роликов, где я высказываю свои негативные эмоции по поводу ремней на этом мотоблоке, все было хорошо. Естественно, я все отрегулировал, все настроил. Вспахав участок, вы это могли видеть в прошлом ролике, тоже все было хорошо. Но вот сегодня при попытке выехать ремни переклинило и они стали намертво. Причем, как показало вскрытие, вы, наверное, заметили, ремни изношены. Точнее, главный приводной ремень изношен до такой степени, что имеет очень-очень глубокие трещины. Ну и, соответственно, его надо менять. Честно говоря, менять я его не собираюсь пока. Я хочу, чтобы он выработал свой ресурс до момента того, как он полностью порвется. Мне не страшно, что он порвется, потому что запасной ремень у меня есть в наличии. Купил сегодня в магазине в райцентре всего лишь за 130 рублей. Не знаю, что за ремень. Попробуем. Ну а пока будем добивать старый. Заправляем мотоблок полностью, потому что предстоит сегодня приофрезеровать 6 соток земли и посадить на этой земле картошку. В прошлом видео мотоблок израсходовал очень много топлива, но землица была потяжелее. На моем огороде земля гораздо легче, мягче. Здесь некоторое время, несколько лет жила лошадь. Огород удобренный, влажный. Прошел вчера дождик, то есть земля в норме. Ну а вот здесь у меня градусник. Посмотрим. И он показывает у нас плюс 19 градусов на почве. То есть самое то для того, чтобы сажать картошку. Поэтому поехали. Я подошел к сегодняшней фрезеровке с некоторым негативом от предыдущего опыта на другом участке. Но буквально с первых минут мотоблок стал менять мое мнение о нем в лучшую сторону. Однако, без сюрпризов снова не обошлось. Слетел ремень заднего хода. Вон он болтается сам по себе. Камера это зафиксировала. И, наверное, упала от этого в обморок. Устаившись в небо. Ну, честно говоря, да. Ремни уже немножко поддостали. Как их не регулируй, так или иначе они вырабатываются. И начинает снова перекашиваться, перескакивать, провисать. В общем, что сказать о мотоблоке. Я подошел с некоторым негативом к сегодняшней фрезеровке. Думая, что мотоблок меня вымотает. Как это было в прошлый раз. Но получилось все с точностью до наоборот. И это я связываю уже с тем, что к мотоблоку я начал привыкать. Ну, и, естественно, другая земля. В общем, не прошло и пяти минут. Снова проблема с ремнями. Теперь проблема с главным приводным ремнем. Ремнем переднего хода. Если внимательно присмотреться и зажечь свет, мы увидим, что он просто перевернулся в своем ручье. Я рассчитывал сегодня вечером фрезернуть огород, нарезать ретки и посадить картошку. Как по своему обыкновению я это делаю. Потому что сроки уже поджимают. На дворе 7 июня. Но чувствую, что не получится у меня сегодня это все сделать. На всякий случай взял с собой новый ремешок. И разбираю снова. Разобрав, убедившись в том, что ремень еще относительно цел, но чудесным образом перевернут наизнанку, я, отрегулировав преднатяжение роликов, добился все-таки того, что ремни перестали вытворять свои выкрутасы. Добился уже потому, что имею некоторый опыт в регулировке этих ремней. Понимаю кинематику работы. Просто, видимо, ремешочки вытянулись чересчур сильно. С зимы. После первой фрезеровки огорода на довольно тяжелой земле. Ну и, соответственно, требуют как замены, так и регулировки в комплексе. Короче говоря, ремень переднего привода менять не стал. Отрегулировал преднатяжение роликов и продолжил работать. Но теперь ремни стали поскрипывать, и мотоблок стал чересчур резким. Стал дергаться просто с местной. Короче говоря, пришлось снова потратить время на перерегулировку. Заодно решил выставить руль в нужный угол, чтобы мне было максимально удобно и комфортно работать. Потому что, ну, не получается привыкнуть к работе с неправильным рулем. У мотоблока Угра нового образца, насколько я знаю, и руль точно такой же конструкции. Честно говоря, я считаю его неудачным. У старой Угры первых выпусков руль можно регулировать на ходу, не останавливая практически мотоблок одной рукой. Но чем порадовала меня АК сегодня? Во-первых, это скоростью фрезеровки. Честно говоря, на своем огороде я не фрезерую глубоко. Я следую заветам Терентия Семеновича Мальцева, нашего ученого-агронома, академика. Ну, об этой технологии знают все про безотвальную вспашку по весне. И как я сажаю картошку, используя эту технологию, я снимал отдельный ролик, рассказывал об этом в этом ролике. Думаю, повторяться не стоит. В общем, на своем огороде я работаю примерно на полфрезы. Фрезерую не глубоко. И это получается сделать довольно быстро. То есть, не уходит времени сотка в час. Времени тратится гораздо меньше. Ну, а когда ты работаешь у людей, выполняешь заказ, людям почему-то нужно обязательно, чтобы мотоблок пропахивал землю очень глубоко. Буквально, чтобы рука лезла по локоть. Не вижу в этом смысла. И у себя фрезерую не глубоко. Мотоблок порадовал меня скоростью обработки земли. Ровностью, если можно так выразиться, его хода. То есть, вы видите, меня не мотает, не дергает. Мотоблок не скачет вверх-вниз. Причем, никаких регулировок заднего сошника, перестановки фрез, пересборки их. Я после последней вспашки и съемки ролика предыдущего не выполнял. Мотоблок просто идет четко, ровно, классно, быстро. И, наверное, единственное отличие от Угры заключается в том, что, опять же, повторюсь, не тот центр тяжести и немножко не тот угол регулировки наклона руля. Но это как бы уже вопрос привыкания. В общем, вот этот квадрат я отфрезеровал за 9 минут. Прямоугольник, вернее сказать. Остался последний кусочек. Прямо какой-то сегодня получается ролик, противоположный предыдущему. Сегодня я окою доволен. Но, сравнивая с Угрой, опять же могу сказать, что Угра на именно этом участке, на котором я сегодня снимаю и работаю, работает ничуть не хуже оки, а даже лучше. Чуть плавнее, чуть мягче. Ну а на том участке, на котором я работал на прошлой неделе, и вам это показывал, ну, действительно, ока показала себя очень плохо. И вот эти нюансы, вот эти маленькие различия между окой и угрой на различных почвах проявляют себя и показывают, ну, так сказать, довольно выраженно. Тяжелая почва ярче проявляет все недостатки оки. Ну а на легкой почве, на хорошей земле, эти недостатки сглаживаются, и мотоблок весьма и весьма хорош, я бы вам сказал. Уже не играет такую роль центр тяжести, уже скорость фрезы не мешает работать. В общем, от земли зависит многое. В том числе и расход бензина. Огород отфрезерован, 6 соток, а бензина полбака, в отличие от прошлой ситуации. Ну а теперь меняем фрезы на колеса и приступаем к нарезке рядков под посадку картошки. Сделать мне это удалось тоже довольно-таки легко. В общем, сказывается приобретенный навык. В том числе и навык регулировки ременной передачи. Потому что, как раньше, это у меня уже не так сильно выводит из себя. Тем более, проблемы стали с ремнями возникать все реже и реже. Я уже говорил, что это первая проблема, возникшая с зимы. В общем, все отрегулировалось быстро, все работает, все меняется довольно-таки быстро. Достаточно несколько часов, несколько раз поработать на мотоблоке АК. И все приходит в норму. Акучник у меня есть заводской. Я как-то ни разу им не пользовался. Хотя планирую попробовать его в этом году. Нужно только немножко изготовить крепление. Типа такого. Это крепление у меня самодельное. Довольно грубое, но эффективное. Так же, как и Акучник. Тоже самодельный, тоже грубый, но вполне себе эффективный и рабочий. Я пользуюсь этим устройством уже более 10 лет. И оно, так сказать, выверено практикой и землей. Ну, а в нарезке рядков под посадку картофеля АК практически ничем не отличается от угры. Не хотелось бы повторяться, но, опять же, скажу слово, центр тяжести. Высоковато. А так, тащит, гребет, идет достаточно ровно. Ну, конечно, хотелось бы руль чуть-чуть пониже еще опустить, чтобы руки полностью выпрямить. И немножечко упираться животом в поперечную перекладину руля. Ну, это невозможно. Чисто из-за конструктива. Поэтому буду привыкать так работать пока. Ну, от угры практически отличий нет. И, по сути дела, комментировать тут нечего. Иди прямо, веди ровнее, и все получится. Из-за того, что руль невозможно наклонить на нужный угол, наверное, придется удлинять стойку окучника. Это не очень удобно. Мне приходится его придерживать. Колеса прогрызает себе колею. Мотоблок встает ровно и идет. Хорошо бы, конечно, если бы руль опустить ниже. Но ниже, как видите, вы некуда. Все. Пропил закончился. Это бесполезно. Так что продолжаем работать так, как есть. Тем более, уже большая часть огорода обработана. Кстати, с такой комфортной работой сегодня я даже забыл, что мне приходится постоянно держать нажатой ручку сцепления, которая маячила сейчас в кадре. И я отфрезеровал весь огород и нарезал рядки, не прибегая никаким другим средствам удержания ручки в нажатом состоянии, кроме как удерживая ее просто рукой. И как бы рука у меня сегодня не отсохла. Только вот приходилось помогать пальцем при нажатии на ручку сцепления поднимать ролик немножечко вверх, потому что почему-то он заедал в крайнем нижнем положении, пружина вытягивалась полностью, а ролик не отщелкивался. Ну, видимо, опять проблема износа, регулировки. Возможно, попала грязь. Поэтому пальцем приподнял, рукой нажал, поехали. Да, мотоблок чуть-чуть дергался. Ну, ладно, разберемся позже с этой проблемой. Ну, а так в целом ремень хоть и изношен, хоть и изодран, но он выдержал больше на протяжении всего времени он не перескакивал из ручейка в ручеек, из паза паз, не переворачивался, не заедал, не заклинивал. То есть мотоблок отработал в режиме старт-стоп-разворот, положенное ему время, выполнил работу всю. Но, конечно, посадить картошку я сегодня не успел. На все операции у меня ушел практически бак бензина. Мы видим, что бензина на дне. Однако, забегая вперед, скажу, что этого остатка хватило, чтобы практически полностью закрыть, загортовать все рядки с разбросанной картошкой. Итак, утро 8 июня 2024 года. Мотоблок находится на исходной позиции. Я готов тоже. Рядки довольно прямые, я бы сказал, по сравнению с теми, какие я делал у ГРОЙ. И начинаем запахивать. Слева небольшой участочек, который я собираюсь тоже сегодня отфрезеровать и посадить там картошку, подсолнухи. Но это уже другая история. Главный огород у нас здесь. Итак, видно, может быть, не очень хорошо. Но поясню. Ну, несмотря на то, что еду я вроде бы как бы достаточно легко, оказалось на практике запахивание картошки мотоблоком АК дело довольно-таки трудное по сравнению с УГРОЙ. Вот здесь очень даже сказался один момент. Это ширина между колесами мотоблока. То есть не хватает буквально нескольких сантиметров, сантиметров 10, для того, чтобы колеса охватывали рядок и мотоблок шел ровно, как по рельсе. Как видно на фото, на УГРЕ в стоке ширина колеи другая. Ну и, соответственно, по рядку УГРОЙ идет гораздо четче. Соответственно, рядки получаются красивыми и ровными. И управлять УГРОЙ гораздо легче. С АКОЙ ситуация обратная. Еще раз говорю, несмотря на то, что вроде бы я иду легко и прямо, но руки мои напряжены в полусогнутом положении из-за того, что руль нельзя нагнуть ниже. Ну и мотоблок, честно говоря, имеет узковатый ход. И также его центр тяжести высокий. Вот сейчас очень и очень чувствителен, потому что удерживать мотоблок на гребне, на вершинке гребня, не так-то просто. И, соответственно, надо либо расширять колесную базу ему, что, наверное, я и сделаю, когда буду копать картошку, иначе мне просто не удержать его будет на рядке. Либо делать более узкие рядочки. Тогда я не знаю, как заходить на фрезах с окучником между рядков. Короче говоря, эта технология использования мотоблока АК в посадке картофеля требует доработок. Но замечу, что мотоблок Угра в стоке без всяких доработок приспособлен под эти задачи гораздо лучше. Вот мы видим, что колеса, ну, кое-как охватывает рядок по вершинке только. Соответственно, удерживать мотоблок гораздо сложнее. Был бы он чуток пониже, и можно было бы не держать ручку сцепления, эту операцию было бы выполнять проще. Но, увы. Ну, а так мотоблок со своей задачей справляется с некоторыми нюансами, которые необходимо учитывать. Тактика работы с АКОЙ по принципу работы мотоблоком Угра мне не очень нравится, потому что качество рядков не очень. На Угре получается ровнее. Итак, бензин подошел к концу, мотоблок начал рявкать, а мне осталось буквально 5-6 рядочков, чтобы завершить огород. Ну что ж, друзья, товарищи, все, что хотел сказать, сказал. Все, что хотел рассказать, рассказал и показал. По-моему, ничего не забыл. Пишите комментарии, что вы об этом думаете. Кстати, вот это грядки под морковку и прочую мелочь, тоже сделанные мотоблоком АК. На коротком расстоянии все ровненько получается. В общем, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, и давайте советы, особенно те, кто владеет мотоблоком АК. Ну а на этом плейлисте мы с вами увидимся при прополке. Всем пока!